Государь Симбиоз музыки, хора, литературы – все это Тониевский фестиваль. Особым подарком для театралов станут два спектакля с участием актеров театра и кино Ксении Рапопорт и Даниила Спиваковского. Завтра Ксении Рапопорт вместе с пианисткой Полиной Осетинской представят постановку «Неизвестный друг» по произведениям Ивана Бунина. А Даниил Спиваковский совместно с ансамблем солистов «Русская Рапсодия» 28 апреля презентуют музыкальный моноспектакль с исполнением музыки Альфреда Шнитке по произведению Николая Гоголя «Мертвые души». На фестиваль приедут и иностранные гости. Совместно с Владимирским губернаторским оркестром под управлением Артема Маркина выступит певец бразильского происхождения, выпускник Венской консерватории Макс Уилсон. Впервые во Владимире в рамках Танеевского фестиваля на сцене концертного зала имени Танеева пройдет концерт прославленного солиста-виртуоза, дирижера Юрия Башмета с камерным ансамблем «Солисты Москвы». 24 апреля на сцене Центра классической музыки будет представлена программа с участием известной скрипачки, заслуженной артистки России Елены Ревич. В ее исполнении совместно с Владимирским губернаторским оркестром прозвучит знаменитая концертная сюита Сергея Танеева. В этом же концерте Владимирский камерный хор исполнит Танеевский цикл «12 хоров» на стихи Полонского. Мы попытаемся слушателям представить все 12 хоров. Мы уже их репетируем, стараемся, готовимся. Очень мало есть коллективов, которые исполняли во Владимире, Владимирским хором, 12 хоров не исполнялись ни разу. Полностью 12 хоров. Надеемся, что мы обрадуем слушателя своим пением. Танеев – композитор сложный. И музыка его тоже, признает директор Центра классической музыки, дирижер Владимирского губернаторского оркестра Артем Маркин. Я бы сказал, что по большому счету ее не знают вообще. Ее нужно играть часто, нужно тратить на это усилия, этим нужно специально заниматься. Во-первых, она очень умная. Во-вторых, она очень хорошая. Программа фестиваля включает в себя также специальную просветительскую часть – Народная консерватория. Это лекции и мастер-классы от именитых гостей фестиваля. 30 апреля состоится концерт-закрытие. На сцене областного дворца культуры и искусства выступит симфонический оркестр Мариинского театра Санкт-Петербурга под управлением Валерия Гергиева. Частью этого музыкального марафона можете стать и вы, хотя бы в качестве зрителя. Екатерина Старикова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».